МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира программа «Новин регионов» с туда Алена Мельшанкова. Витаю вас сегодня в выпуску. Останки 52 червона армейцев перепаховали у везцы Самулки Чаусского района. Могилёв примае 18-й международный открытый чемпионат внутренних войсков по службовым нагабору. Есть орудки нолагау. Выявы Могилёва упрыхожат могилёвские дёняки до Нового Новышального года. Три района Могилёвшины первыми в области завершились жниво. Кировский, Бобруський и столица дожинок Кличевский район. По информации Абл Сельгасхарча, на ранницу 22-го жнивня убрано 95% площадь. Намолочено 1 млн 72 тыс. тонн сбожжа. Причем, средняя урожайность выросла 35,6 центнеров с гектара. В Могилёвской области убрано 39% просядибных участков со сбожжевыми культурами. Их огульная площадь больше 9 тыс. гектаров. Теперь у звязды жниво на приватных палетках припынено. Як только добрые надворы вернятся, работы одновятся. Больше за всех поспели убрать сбожжа Кировский, Бобруський и Глузский районы. У вёсцы Будда городских районов живут только 25 человек. Але и тут трымают хатные господарки и сеют сбожжевые для харчавания живёлы. На сегодняшний день у нас на личном подсобном хозяйстве выделено 100 гектар земли. Из 100 гектар из этих возделывается 20% на зерновые цели, то есть для ведения домашней живности. Просядибные наделы сбожжа убудя огульной площадью у 5 гектаров, да поможет сжать комбайн мясовой господарки Коптевская Нива. Работают на соседнем поле, но уже в связи с тем, что уже 70% урожая убрано площадей, то уже приступили к уборке приусадебных участков населения. Ж него для добрых господара – соправдное свято. И у им берет у дел вся семья, у ключ на дятей и внуков. 80 соток сбожжевых смоляков и сеяли уручную, по стародавнему, а лежнусь по сучасному. Мы довольны уборкой урожая, так сказать. Прекрасный урожай, но стихия немножко дала свои коррективы, так сказать. И полегло много урожая, большинство считай. Но будем надеяться, что наш водитель, то есть комбайнер, с большими усилиями постарается поднять этот урожай, как говорится, и чтобы на молот был неплохой. Урожай неплохой в этом году. И картошка, и гряды. Все хорошо у нас. Плата за допомогу на жневе для селян праймальная. Один рубель за сутку платят работники сельской господарки. Пенсионеры – полтора рублей, инши – два рублей за сутку. Это есть инвестиции в хатню господарку, которая будет обеспечена харчами. Илона Иванова, Юра Власцов, Новины региона. Пенсионерка горы – приватный жилый дом. Подчас ликвидации у сгорания у адным спакоев выратовальники знайшли тело 90-х годовых господиней до молодания. Специалисты высветляют причину здарения. Сельето на Могилюшине отбылся 461 пожар, загинули 37 человек. И дальнейших падей останки 52 червоноармейцев с усими воинскими ушанованьями перепаховали овесы Самолки Чаусского района. Это стало своего рода выниковой рисой черговой беларуско-российской пошуковой экспедиции. До речи, эту вахту памяти сами пошуковики лечусь самой поспяховой за 400 годов. Знайдены 12 медальонов, пять за них удалось прочитать. Остатние – на экспертизе. На церемонию перепахования червоноармейцев собрались и все же хоры в вёске Самолки. Иудакея Ефимона у 1941-м была маленькой девчонкой. Однако на всё житё запомнила расповеды батьков. Мама, моя бабушка лежали тут, как хоронили их. Там, говорили, было у слана, ущуа, поля. Один или одного лежали. С 90-х годов минулого 100-годя клуб «Викру» избирая информацию видоводжцев, архивов. Специализованному батальону Могилёвскому клубу «Викру» раскопки допомагал вести Нижегородский клуб «Расвет». За 24 годы основания экспедиции сёлетняя вахта памяти на редкость удалая. 12 медальонов червоноармейцев 1941 года. Стали вядомы ясше пять имёнов. Хотя улику сгинувших без весток тут ляжет не одна тысяча, а барон Цома Елёва. Если говорить о том, что из окружения выходило, вот по 1941 году брать 10-тысячная армия, и подняли или официально захоронили 500 человек, а где остальные? Поэтому работать нам ещё очень много. По немецким данным, наших, к сожалению, не сохранилось. Так вот, по немецким данным, здесь покоится прах не менее 2,5 тысяч человек. Солдаты, командиров 61-го стрелкового и 20-го механизированного корпусов. Вот на полях здесь, в лесах, у деревень Самулки, Удовск, Благовичи, Темнолесе. В вот этих местах мы ещё будем работать и работать. Останки 52-х солдат перопаховали у братской могилы вёски Самулки. Родных пяти солдат, имёна яких стали вядомы, отшукивают. И семь медальонов ясше на экспертизе. Ёсь верогодность, что удастся прочитать, ясше не которые. Татьяна Сергеевич, Миколай Соболёв, Новины региона. Многие удельники службовые собаки Якеда помогают снести службу супрационникам розных ведомств. Дисциплин порядка 24. У нас есть собаки по поиску наркотических средств, взрывчатых веществ и общерозыскного профиля. Это и следовая работа, и полоса препятствий, и общий курс послушания, и выборки транспорта, и поиск людей в завалах, поиск наркотических веществ в любых его проявлениях. Выявы Могилёва на Дённику. 1 вересня многие школьники сядут за парты с Дённиками у новом дизайнерским оформлении. Могилёвская ратуша, драм-театр, Мастацкий музей, Мяпала Масленникова, Площа, Зорок. Такие выявы упрыгоживают в окладку Могилёвского Дённика для 5-11 классов. Министерство Адукации сёлита рекомендовало до выкоростания Дённики 10-ти друкаронь Беларуси. Одна из них – Могилёвская областная друкарня имя Спиридона Соболя. Её дизайнеры на гэт и навучальный год самостоянно распрацовали в окладки для двух дёнников. Первый из них – для средних и старейших классов. На Воклаце разместились о славутости города. Могилёвчане, Утымлику и школьники их доброведают. Околени усе, то будет добрый напомин. Нашим могилёвчанам, как вам кажется, понравится? Я считаю, что это Дневник Патриота. Вполне интересный. Ложечка такая. Мне нравится. Возле какого из этих объектов мы сейчас находимся? Возле звездочёта площади. Здесь ещё театр, который там. Романтический театр? Это я не знаю что. А музей, который ты не знал, это художественный музей имени Павла Масленника. Он вот здесь. Ну и вот это, пожалуйста, что это? Наши радуши. Если на Дневниках существуют вот такие вот знаки, как достопримечательность, я считаю, что это полезно любому ребёнку и даже взрослому, чтобы напомнить. Дарычевы Явы Могилёва минавито на дённиках з'явилися у першиню. Продукция над рукава над тиражом 25 тысяч экземпляров. И уся поступила у продаж. Созванивались с Министерством образования, с Национальным институтом образования. И мы получили очень положительные отзывы о нашем дизайне обложки. Им очень-очень нравится. Школьникам могилёвским они по вкусу придутся? Я думаю, что придутся. Лишь бы только школьники наши хорошо учились и получали хорошие отметки в наших дневниках. Нам будет очень приятно. Другий дённик от Могилёвской друкарни для молодших школьников. Ён вось таки с белорусскими орнаментом и символикой. Олесь Рыбалка, Виталь Вопся, Новины Региона. Пахолодание не затримается надолго, прогнозуют синоптики. Уже в пятницу на территории в области почнут поступать больше тёплые поветренные массы. И в выходные лето знов порадует теплый нёй. До речи в Сираду синоптики обвестили оранжевый уровень беспеки за несприяльных умов надворы. Буде в облачной чекаются моцные дожжи по всей области. У особных районах Махчимы на вольнице. Моцный ветер. Порывы будут досягать 15-20 метров за секунду. Температура поветра в день в складе плюс 14-16 градусов. Так само буде и учать вверх. Только в пятницу станет рыхутяплей. Чекается в облачной с прояснениями дожжи станут короткочасовыми и тишей станет ветер. Температура поветра в ночи плюс 6-11 градусов. У день чекается до плюс 18-23. А ось выходные по прогнозу и увогулі порадуют спекой. Месяцами слупок термометра знов може досягать отзнаки у 30 градусов. Самые актуальные новины Могилюшины так само можно увидеть на сайте tvrmogilow.by. А я желаю вам усягу доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok